Их реальных только два, но люди считают, что типов людей три. Так вот первый тип, который реален, это люди, которые осознают, что чтобы у вас не было, вы можете быть дочерью или сыном Рокфеллера, но лично для вас, либо вы будете жить, то есть реализовывать то, что вам приходит и, соответственно, пропускать через себя, обрабатывать информацию и действовать. В сумме получается развитие. Либо вам приходит, и вы такие, сегодня деньги есть, да видала я ваше развитие, мужчины тоже, кстати, могут, и блокируют. Энергия никуда не девается, энергия переотражается, а потом переотражившись бьет откуда-нибудь сбоку. У женщин, если они так себя ведут, бьет по детям, потом, если есть по внукам, только потом по ней самой. То есть одни понимают, что развиваться необходимость, обязанность, и здесь нет выбора, вторые понимают, но видали мы такое развитие, а третьи думают, что они могут развиваться, но только в том, что бы им хотелось. Они думают, что они могут как бы, ну, если мы постоянно развиваемся, то мы же, соответственно, растем в возможностях и поднимаемся выше, то есть растет кругозор и все остальное. А вот третий тип, который на самом деле не существует, они считают, что можно как бы оставаться в прежних объемах. Если первый будет расти, второй будет тратить, какие бы деньги не были, какая бы энергия не была, чего бы там ваши родственники не делали, там мама с папой, вторые будут падать. Падать в состоянии, то есть нет счастья в жизни. Первое, что люди теряют, отказываясь от развития, они теряют вообще ощущение жизни, они теряют вкус жизни, они не живут, они сами об этом говорят. Даже если есть деньги, если нет денег, какая разница? Мы не живем, то есть падать будет состояние в первую очередь. Почему кататься на велосипеде так увлекательно? Потому что для большинства толкнуться и поехать на двух колесах было ну просто верхом риска. Ну скорость же, а ты уже сам себя держишь, ты чувствовал себя живым, состояние росло, потому что ты усваивал новое. Так, ну это у нас первый тип, это, соответственно, второй. А во-вторых падает состояние и они не замечают, а потом переотраженная энергия, на какое-то там время это походит, а новое каждый день выделяется. Потом уже начинается всякое разное. Такие там ДТП, падение на ровном месте, сворачивание себе шеи просто своими мышцами, потому что ты там на эмоциях чего-то там не то подумал. Падает состояние, за ним состояние сначала душевное, потом за ним состояние физического тела. Отказ вы делаете из своей силы. Отказ, действие активное. Вы активно отказываетесь. Если вы не замечаете, когда вы это делаете, так вот этот плюс один тип, они думают, что как раз можно между ростом и падением состояния не выбирать, то есть можно остаться в прежних границах. Но я уже на том листе объяснил, что остаться, остановиться, остановка, ложь. В прежних границах никто не останется. В пятилетнем возрасте у нас рост где-то вот, в двадцатилетнем, соответственно, вот. Что конкретно вы хотите остановить? Рост физического тела. Давайте остановим тогда восстановление кожи. То есть давайте мы тогда не будем растить кожу, тогда у нас кожи не будет, либо мы будем ее растить, но не будем сбрасывать, тогда она будет толстенным слоем, как караул дерева. В чем вы хотите остановиться? Остановиться нереально. Поэтому те, кто, ну, как бы они не называют это остановкой, и так все есть. Короче, вот этот тип, это то же самое падение состояние. Только жизнью еще помимо переотраженной энергии нам еще и урок сформируют, то есть бить-то их будут даже сильнее.